Ты 100% будешь шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо вписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в телеграм по ссылке в описании и нажать кнопку участвовать. Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. В этом безумном видео на моем балансе 50 тысяч рублей. И сегодня мы вместе с вами будем проверять сайт GGDrop. Самые дорогие кейсы, самые актуальные кейсы, которые только есть. Поэтому давайте сразу. Я хочу сегодня сделать 100, возможно даже 120, возможно даже 150 тысяч рублей. То есть в принципе сделать x3, x4 на GGDrop возможно. И очень легко, кстати нормально. Первый кейс окупает, значит уже что-то хорошее. Поэтому давайте так. Обязательно мужики, не знаю насколько далеко мы зайдем и вообще зайдем ли сегодня. Но поддержите, поддержите меня лайкосиком и участвуйте в розыгрыш на нож. А если ты когда-то зайдешь на этот сайт, будешь играть на GG, то используй самый лучший и самый рабочий провокод PRDGG. Он дает самый большой бонус, который только есть. Ведь помимо того, что это даст тебе ровно плюс 11 процентов, он тебя еще и окупит. Закидываешь косарь, получаешь 1110, закидываешь 100 тысяч рублей, ну допустим 100, получаешь 11 тысяч. И помимо того, что это самый рабочий промокод, который только здесь есть, он тебя еще и окупит. Также можешь ввести барабан просто в секретный барабан бонусов. Он прокрутится, ты получишь. Стоп. Блин. И ты получишь скидку на кейс. Хотел получить, но не получилось. Например, скин за пополнение. Каждый ролик. Я выдаю промокоды, и ты каждый ролик можешь посмотреть, собрать промокоды, попробовать. Ну допустим, ты пополнил, да, сегодня там образно говоря, на 1000 рублей. Завтра пришел, захотел пополнить еще. Смотри мой следующий ролик, либо предыдущий. Там есть промокоды, использую их, кайфу и получаю удовольствие. Поехали. Наша задача сейчас окупиться. И окупиться максимально жестко. Не знаю, будем ли открывать гидру воин дракона, но точно хотел бы посмотреть мистер кейсы. Потому что это те кейсы, которые тебе выдают абсолютно что угодно. Давай покажу тебе. Вот 64 рубля мы просто отправляем в этот кейс. Неплохо. А он мне выдал 100 плюс. Прикинь. А ну-ка давай второй. Кислотный. 129 рублей. То есть суть этого кейса в том, что он может тебе выдать... Ооо, понятно. Либо ничего, либо баланс. Он может выдать тебе кейс. Просто вдумайся, ты открываешь кейс огненный за 290 рублей. А он выдает тебе кейс на другой. Ну там какой-нибудь другой. Например, ледяной. И ты в него заходишь, тебе выдает еще один кейс. Вот такая вот история. Я очень давно не проверял, кстати, мистер кейсы. Ну вот если честно, открыв два вот этих кейса. А меня огненный постоянно раньше окупал. Я делаю вывод, что лучше бы я их не проверял. Хотя опять же, это поспешный вывод. Вот она, вот она. Смотрите. 359 плюс день попкорна. Два кейса 399. То есть один кейс. Сколько стоит? 200 рублей. Ну по сути мы окупились тогда с кейса ледяного. Поехали откроем. По сути бесплатный кейс. Блин, вот десерт игл было бы круто. Защитный каркас. 243 рубля неплохо. А, подожди. Один кейс стоит 400 рублей. То есть даже если бы мы открыли 5, они бы стоили минус 400 рублей. Это прикольно. Получается мы весь минус закрыли и идем дальше. Светящийся. Предпоследний кейс, кстати, 1300 рублей. Ни хрена себе. Предлагаю открыть его два раза. Ну слушай, неплохо. С первого раза поверсанность закалка 5-7, я считаю, это успех. А вот дух воды это уже не очень. Ладно, магический. Последний. Если он не окупается 2667, я уже не знаю, что тогда делать. И я не знаю, что делать. Ну как не знаю. В принципе, есть, конечно, планчик у меня. Но только не в этих кейсах. Мы их скрываем и не надо. Нам не надо их открывать больше. Ну и вон нафиг. Поехали, попробуем пооткрывать. Бомжа точно нет. Либо премиум, либо лимитку. Вот что-то из лимитки охота вот насчет бобра поговорить. Очень давно не открывал. Знаю, что он такой, знаешь. Ну, бобр-курва, чтобы понимали. Ой-ой-ой, 2000. Ой-ой-ой, 2000. Да какого фига? Император 726 рублей. Это кощунство, грызлятинство. 4500. Блин, прикинь. Ну да, типа окупил, но все равно. Какого фига? Император за 800 рублей. Просто одна из самых, наверное, красивых М4А4, которая в принципе и есть. А стоит просто дешман. Ну я не знаю. Они мне предлагают премиум кейсы открывать. Да, допустим, 5 штук. А я понимаю, что сейчас, если мы откроем на 5 штук, я могу все слить. Хотя, давай говорить честно. Если бы мы открыли после полевых испытаний, либо поношенное на 5, он бы явно окупил меньше. Чем закаленка? А у меня нет денег, поэтому пока что я не буду открывать на 4. Я знаю, что я могу слить. Давай попробуем что-то с лоим кейсами. Джи-ой. Нет. Джи-лотус? Ну да, можно попробовать. Но охота перчаточки. Давай перчаточки на 5 раз пофармим. Если выпадут перчатки, будет хорошо. Выпадет удар кобры, будет вообще замечательно. На разочек. Чисто на разочек. 7200. 7200. 5. Блин. 6. Как же хорошо. Как же хорошо насыпал. Просто 5 подряд ударов кобры. На жестком скилле. Просто на жестком. И теперь у нас есть 63 тысячи. Для старта неплохо. Идем в закаленное боехо. Открываем на 50 тысяч рублей. Ай, хорошо. Но это не очень. Это отлично. Это прекрасно. Замечательно. Вот так вот. А в смысле, что так-то мы слили? Ёлки-палки. Вот сраная конфетка и золотая спираль. Вот из-за этого мы просто не окупились. Ну какого, блин, фига? Ладно, давай 45 тысяч продадим тогда. То есть у нас 50 тысяч рублей. Я что-то вообще в шоке. Давай еще раз. Отлично. Уааа. Вот это просто прекрасно. Ну блин. Конечно, он потом начал сыпать, как обычно, говно какое-то. Ну вот, почему так? Выдает кровавый спорт. Идеайнейший просто калаш, который только есть. Потом конфетка. И ты такой, типа, ну ладно. Сейчас по-любому что-то насыпет. И три скина стоят 15 тысяч. Ну какого фига, блин? У него ты просто на месте сейчас. Короче, пойдемте. Отлично. Отлично. Золотая спираль десятка. Десять, пожалуйста. Ай, замечательно. Вот все, что нужно было. Вот это надо. Вот нужно было мне потерпеть. Три раза по пять открыть, чтобы выпало 73 тысячи. Вот это просто замечательно. 79 тысяч рублей на балансе. Пойдем покрутим тогда ножевой. Джи-джи Кримсон. Он ровно... Давай пять раз. Пять раз и посмотрим. 3200 плохо. 600 еще хуже. Ой, ножик за 18. Да. Так, отлично. 25 с первой попыточки. Вообще неплохо. Может быть, тогда же и дойдем до самого дорогого кейса. Еще четыре раза открываем этот кейс. 900 супер плохо. 1400 ужасно. 1400 ужасно. Господи. 13. Отлично. Вот за что я люблю эти кейсы. Что тебе может сыпать говно-говно-говно, а потом бац, такой же кровавая паутина, но он стоит 13. Когда я, в принципе, обозревал все эти кейсы изначально, я делал обзоры и понимал, что эти кейсы, но они супер убыточные. Потому что ты такой, типа, заходишь, чтобы безлюдный космос, вой или злобный дайми. Ну, 100% безлюдный космос и злобный дайми не окупят 16 тысяч рублей. А по факту, они окупают. Но, ребят, вой не открывайте, кейс реально дерьмой не советую. А вот это вообще обалденное содержимое кейса, изнародные завитки, красная линия. Вот этот хороший кейс. Ну, опять же, да, сказал хороший. Я сказал, да? Вообще идеальный кейс. Я обожаю этот кейс. Ага. 27 тысяч рублей, 32 тысячи рублей балик. Ни хрена себе. Неплохо. 104 тысячи. В принципе, мы подошли к тому, чтобы открыть самый дорогой кейс, который только здесь есть. Мужики, давайте, сувенирный кейс, 100 тысяч рублей. Попробуем прямо сейчас окупиться. Натус Винтер, утреневой, Титан, Ризан Гейминг, ЛДЖИБИ, ЕСПОРТС. Болё. Ну, поехали. Ребятки, обязательно перед началом, перед заключением, участвуйте в розыгрыше, нажав в моем телеграме. Не забывайте о самом лучшем промокоде, ты видишь его на экране. Ну, а мы с 50 сделали 100. И сейчас ключевой. Стоп. 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 Вау. Выводим.